Продолжение следует... Выше немножко. Один человек, два, три. А, ну все-таки чуть больше, ладно, хорошо, значит мы не зря собрались. И я перед тем, как начну все это официально, просто расскажу, что будет. Во-первых, сегодня праздник, когда не теоретически, а фактически, вы знаете, разницу между теоретически и фактически. Теоретически это когда нам рассказывают, что вот оно так и так и так работает, а практически когда мы можем что-то в руках подержать. Это день, когда практически народу Израиля была дана Тора. То есть Тора это свитки закона или Лухот-Брид, или как угодно их назовите, Слово Божье, которое из десяти, из двенадцати рассеянных колен. То есть такое двенадцать колен. Это в свое время было группы большие людей, которые знали, что где-то они принадлежат одному великому и могучему еврейскому народу. Но толком они все позабыли, потому что они были в египетском рабстве. И вот Бог дает через Моисея закон. На самом деле этот закон был даден Израилю, еврейскому народу, но стал абсолютно актуальным для всего мира. Сегодня даже в самых глухих частях мира, если что-то и координируется, то в принципе с теми общими, моральными, духовными законами, которые были сказаны тогда на Синае, нашему народу. И неважно какая страна, или христианская, или мусульманская, все все равно идет в соответствии с десятью заповедями, с некоторыми вариациями и комбинациями. Что мы будем делать? Мы будем читать из свитков Туры, будем ее перематывать. Что значит перематывать? Сегодня книги, ну вы знаете, как книги устроены. Это уже старые книги так устроены. Новые книги вообще иначе устроены, а не вот так вот устроены. Правильно? А раньше книги были еще по-другому устроены. Они были устроены в виде свитков. Мы сегодня будем перематывать свитки, потому что по еврейскому счислению религиозному считается правильным за год прочитывать полностью от начала до конца свитки Торы. И мы будем прочитывать их сегодня. Те из мужчин, которые захотят в этом принять участие, подойдут вон туда, возьмут кипу и талит. И тоже выйдут вперед, потому что мы дадим всем вам, кто захочет приложиться к тому, что имеет себе духовную силу вселенского масштаба. Потом у нас будет еще пояснение, потом будут еще молитвы, потом будут еще пояснения. А потом будет просто, ну как сказать, как бы никого не обидеть, танцевальная программа. На самом деле это не танцевальная программа. Это программа радости. Потому что супер того, что называется сегодня Симха Тора, Симха севрита обозначает радость. А Тора это Тора. Радость Торы. И в еврейской культуре без того, чтобы танцевать, невозможно. Но сейчас еще несколько слов. Мы вот высветили, да, на наших экранах такие надписи. Еврейская мессианская община. Я уже говорил, кто мы, но, наверное, некоторые услышат второй раз. Но те, кто первый раз, повторюсь, очень быстро. Еврейская. Здесь, конечно, есть люди, которые, может быть, и не евреи. Но мы все в Израиле. И если мы говорим правильно, это израильская община. Потому что мы вот здесь собрались. Почему все здесь собрались? Некоторые здесь, я слышал, приехали 2-3 недели назад. Среди нас есть много людей, которые приехали 10 лет назад, 15 лет назад. 18, 20 и даже 25. Может быть, даже есть кто-то и больше, кто приехал сюда назад. Мы все собрались сюда. Весь Израиль, и, кстати, прошу вас, если в Ульпанах вас будут учить иначе, типа вот вы зеленые, свежие. Весь Израиль это Олим Хадашин. Кто-то раньше, кто-то позже. Мы здесь все одно. Поэтому вы с самого начала настраиваетесь, даже без языка, на равные глаза со всеми. Поэтому вы говорите, слово «вы» даже не существует. Здесь все на «ты», маленький и большой, все равны, потому что все мы перед ним ходим. Итак, еврейское или израильское, я пояснил, что это значит. Второе – мессианское. Слово «мессианское». Некоторые пишут это слово с буквой «и». Мессианское. От слова «мессия». Я, когда слышу это слово, я сразу вспоминаю фильм «мессия невыполнима». Помните такую? Мессия невыполнима. Раз, мессия невыполнима. Сколько их все? Все грамотные. Четыре? Я четвертую не видел. Я идут только вторую, третью. Но неважно. Короче говоря, со словом «мессия», слово «мессианское» вообще никакой темы не имеет. Мессианское от слова «мессия». Мессия севрита – это обозначает помазание. Но поясню по-русски, что это еще более точно обозначает. Вот человек пришел на работу. Вот многим из вас, Олим Хадашин, через какое-то время, через полгода придется выйти на нашу биржу труда, устроиться на работу. И вот вы будете работать, скажем, на каком-то заводе или у какого-то подрядчика, неважно у кого. И на каком-то этапе он, увидя ваши золотые руки и вашу светлую голову, поставит вас в позицию выше других, скажем, бригадиром. Уполномочен, поставлен в определенную позицию. Это смысл слова «мессия» или «помазание». Те из вас, которые приехали из бывшего СССР, часто слышали такое слово «Христос». Кто слышал такое слово «Христос»? И всегда это ассоциировалось с Христосом Христом и говорили, его зовут Иисус, а фамилия Христос, понятно. Но на самом деле, его фамилия никакого значения не имеет. Христос – это греческий аналог еврейского слова «мошер» или «помазание». В истории Израиля было много помазанников, очень много помазанников. И одним из первых помазанников израильского народа был наш патриарх Авраам. Потом был Моше, Моисей, через которого была доктора, ради чего сегодня мы собрались. Он был помазанник, помазан для того, чтобы исполнить определенную функцию, которую Господь Бог возложил на него. Потом была масса еще помазанников. Все израильские цари и все пророки, которых вы прочитаете в еврейских священных писаниях, были помазанники или мессии. Но, скажем так, с буквой «м» маленькое. Но 2000 лет назад пришел тот, которого мы считаем, вот мы здесь. И таких, как наша община в Израиле, примерно 150-170, в Хайфе, наверное, с десяток. И по всем большим городам их много, в маленьких их поменьше. Мессианские общины, еврейские. Но как это вообще связано? Еврейская община принимает, что Иешуа, или по-русски Иисус, его настоящее имя – Иешуа. Если здесь есть кто-то Сема, то он знает, что его еврейское имя – Шиму. Если он Додик, то это Давид. Если я не знаю, какое имя, есть еврейский аналог. Короче говоря, Иисус – это опять-таки греческая интерпретация еврейского имени. Иешуа – его настоящее имя. Это имя ему дала мама. И когда его обрезали на восьмой день от всякого еврейского ребенка, его имя было Иешуа, который родился в Бейт-Лехем. Сейчас там живут одни арабы. Даже там христиан почти не осталось, одни мусульмане. Но тогда, 2000 лет назад, это был супер-еврейский городок, в котором сосредоточено было то, что называется «Колено Иуды». То есть, он родился посреди еврейского города и жил в Назарете. Там, в Нижнем Назарете, сейчас тоже одни арабы. В Верхнем, здесь у нас есть одна семья, помашите рукой, они из Верхнего, на Церете, там одни евреи. А вот в Нижнем, где Иешуа воспитывался, сейчас одни арабы, а раньше это даже городом не было. В те времена это была деревенька, там было 200 человек в лучшем случае. Там каждый человек знал, как зовут собаку у соседа. И он там вот воспитывался. В еврейском городке Нацерет, или слово Нецер, коренное, Нецер это значит росток. То есть, малюсенький городок, которому было предназначено, чтобы из него поднялся росток и стал кем-то великим. Так вот, мы евреи, но мы мессианские. Мы верим в то, что Иешуа помазанник Машия. Вы знаете, кто-то из вас слышал, кто такие любавические хасиды? Минахем Шнерсон, слышали такое имя? Только одна Оля слышала. Вы не слышали, нет? Короче говоря, некоторые группы евреев его тоже называют Машияхом. То есть, у нас общее основание, мы такие же евреи, как они, они такие же, как мы. У нас такая же Сефер Тора, или книга Тора, как у них. Но у нас разные мессии. Если быть умным, надо сказать, время покажет, кто прав. Но в данном случае у нас нет сомнений, потому что многие из нас пережили то, что называется откровение. В это я не буду вдаваться в подробности. Кому будет интересно, потом расскажу, что такое откровение. Окровение попахивает мистикой. Есть в ней много мистики. Но так оно и есть. Мы, еврейская, израильская, мессианская, то есть община, которую принимаем, и послание Торы, Танаха, всей Библии и Нового Завета, как еврейские послания. Сравните нас с православными, с католиками, с протестантами. Ну, наверное, может быть. Вы знаете, у нас вот Дима, он будет скоро читать из Торы, он работает в одном заводе хай-тек. Как хай-тек, правильно сказать? Хай-тек. Хай-тек, IT, высокие технологии, ну неважно. Они разрабатывают там медицинское оборудование, которое лезет во всякие дырки в организме, и следует, чтобы у нас там все было в порядке. Так вот, они экспортируют это вот медицинское оборудование, скажем, в Саудовскую Аравию. Но на нем не пишут Made in Israel, потому что саудовцы боятся. Но когда они пользуются израильским оборудованием, они от этого же не становятся израильтянами. Ну, поняли, да? Нашим мессией воспользовались все. Во всем мире воспользовались той вестью, той истиной, которую Ишуа сказал. И они разделились в этих вот направлениях православные, католики и прочее, прочее. Стали ли они евреями? Затрудняюсь сказать, думаю, что нет. Думаю, что они в определенной мере породнились с Израилем. Но Ишуа, на нем есть надпись Made in Israel. И он наш, наш местный, и не чей другой. И мы, я уже сказал, и не только мы, еще тысячи, может быть, десятки тысяч в Израиле приняли его как Машеха, Божьего посланника. И это было не просто через какие-то математические выкладки, но через откровение. Это случилось? Так случилось. Про откровение поговорим потом. Община. Мы община, община от слова общаться. На самом деле в слове община есть намного более глубокий смысл. И он записан в священных писаниях. И община Израиля названа Кагаль-Исраэль. Бог слышит не только молитву личную. Когда каждый из нас на личном уровне говорит Творец. Некоторые из нас даже неверующие, наверное, здесь есть, я уверен. Но могу вам сказать, когда вам очень плохо, и вы говорите Творец, он вас слышит. Так уж вот повелось. Особенно с тех, у которых течет там что-то связанное с Абраамом. Он слышит. Он сказал, я вас буду слышать в любых позициях. И он слышит. Так вот, община, или на еврейском кирилла, кагаль. Когда кагаль возносит свой голос к Творцу, что-то случается очень серьезное. И когда в единстве кагаль Израиля возносит голос к Творцу и усиливает это воззвание именем Машеха, которого Творец дал народу Израиля, случаются большие-большие чудеса. Наше назначение, как общины, прежде всего собираться здесь, чтобы прославлять Творца, как один человек. Но наша община функционирует и иначе. У нас есть целая масса гуманитарных проектов. И мы пытаемся помогать славным слоям. И пытаемся организовать всякие мероприятия. Музыкальная школа, горячие кухни. Вот сейчас сделали несколько успешных, как я понял, поездок в Иерусалим. И всем очень понравилось, кто участвовал в этих поездках. Мы как община собираемся, чтобы проводить какие-то общие мероприятия. Поэтому, если к вам подойдут и скажут. Друг, как тебя зовут, и скажут, может, ты хочешь оставить свой телефон и имейл. То вы можете оставить, а можете не оставлять. Это как вы хотите. Но для чего мы просим? Потому что, когда у нас следующее мероприятие, мы просто сообщим вам. Дорогой Александр, такого-то числа и все такое. Шавей Цион, а что вы выключили? Шавей Цион. Это слово на иврите обозначает, возвращенное на Сион. И вот здесь опять немножко мистика и попахивает, но правда она немножко другая. Древние пророки говорили Израилю, что если Израиль не будет стоять на путях правды, то он будет рассеян. А потом, в определенные времена, Бог соберет Израиль в его родной земле. Шавей Цион обозначает вернуться на Сион. Вы знаете, некоторые из вас думают, вот была война в Луганске, и поэтому я был вынужден сюда приехать. Или там рубль упал, и большая проблема с моим нажитым состоянием, поэтому давайте я лучше свалю из СССР бывшего, или России, неважно откуда. И буду здесь, здесь будет тише. На самом деле, вы можете так объяснять свое пребывание здесь. Но я бы назвал сие Божье провидение. Пророк Иеремия в 16 главе сказал, наступают дни, когда я верну Израиль из земли северной. Северная земля в массе, это бывший Советский Союз. И вы знаете, сегодня, может быть, для некоторых из вас это будет нонсенсом, но это так, 25% израильского населения говорит на русском языке. Бог исполнил и продолжает исполнять пророчества. Поэтому я вам хочу сказать, добро пожаловать, welcome. Но хочу сказать еще, несмотря на то, что вы вернулись из России и говорите на русском языке, я всех ободряю. Если вы хотите остаться, какие вы, и не продвигаться никуда, вы справитесь с великим, могучим русским языком. Здесь все говорят, особенно в хайфе, на русском языке, в любом месте. И в некоторых магазинах больше говорят на русском, чем на иврите. Но если вы имеете перед собой цель, если вы хотите продвинуться, то я очень советую вам просто нырнуть в ульпан. Не в разговоры ульпанские, там где говорят, как нам было там хорошо, а здесь так все плохо, а учиться, как завещал один товарищ. И добиваться успехов в учебе. Тогда вы увидите, что перед вами открываются значительные двери, и жизни становится много вещей легче. Когда мы 25 лет назад приехали сюда, я могу про себя сказать. Через год я уже говорил на иврите. Угадайте почему. Нет, я не учил, за нескольким было по-русски говорить. То есть, тогда все говорили на иврите. Сегодня немножко сложнее. Но если вы хотите продвинуться здесь по жизни, я ободряю вас, вернусь в иврите, не побояться. Ну, наверное, вот это вот мы. Сейчас я хочу попросить всех вас встать. Сейчас я хочу помолиться старой еврейской молитвой. Не всенепелой, потому что не все смогут выстоять всю эту молитву. Она называется Амида, или Стоя, или Шмунаесра. У нее есть целый ряд имен. И мы после этого... Я прочитаю несколько ее кусков этой молитвы. Можно ее, кстати, высвечивать Амиду. Отлично. И кто знает ее, пожалуйста, со мной. Амида от слова на Амод. Те, кто еще не в Ульпане, на Амод это значит стоять. Стоя. Я прочитаю на двух языках, чтобы было понятно о чем мы молимся. Призываю всех потом сказать Амин. Барух отца, Адонай, Элухину, и Элухи Абутину. Элухи Абрам, Элухи Ицхак, и Элухи Яков. Элли Гедол, и Гибор, и Энурам. Элли лилион, гомель хасидин טובим. Веконяя коль, и зокер хасидин авод. Вмени Гуэлл, и пневмени пневм, лиман шмоу в Абва. Барух отца, Адонай, Элухи Абрам. Амин. Я прочитаю на русском, чтобы вы знали о чем эта молитва. Это старая, старая, старая молитва. Благословен ты, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Бог великий, могущественный и грозный, Всевышний Бог и Творец всего. Воздающий истинным добром и помнящий добрые дела отцов. Посылающий потомкам их искупителя ради имени своего, по любви своей. О, Царь, помощник, спаситель и защитник. Благословен ты, Господь, щит Авраама. Беспредельно могущество твое, Господь. Ты возвращаешь мертвых к жизни. Ты великий избавитель. Ты питаешь живых по доброте своей. Оживотворяешь мертвых по великому милосердию. Ты поддерживаешь падающих. И исцеляешь больных. Освобождаешь узников. И хранишь верность тем, кто покоится во прахе. Кто подобен тебе всемогущий Господь. И кто сравнится с тобою Царь, который умерщвляет и оживляет. И взращивает спасение. Верен ты своему обещанию возвратить мертвым жизнь. Благословен ты, Господь, возвращающих мертвых в жизни. Я прошу тебя, Господь, Бог, Царь Израиля, чтобы сегодня ты мог благословить всех нас. Здесь множество людей, которые, возможно, первый раз вообще слышат слова молитвы. И, наверное, первый раз увидят, как Писание проносится посреди твоего народа. Я молю тебя, Господь, Бог, Царь Израиля, чтобы ты прикоснулся особенным образом к каждому из нас. Я прошу тебя особо за тех людей, которые недавно приехали в страну. Я молю тебя, Господь, чтобы ты дал им укорениться в этой земле. Удали от них всякий страх. Помоги им видеть цель. И дай им способность внедриться, вжиться, пустить корни и явить плоды. Дай им цель. И помоги со всех сторон, чтобы они почувствовали, как здесь, в Иерус-Исраиле, в Израиле. Духовное становится практическим, материальным и опять духовным. И я молю тебя, Господь, просвети очи сердца их, чтобы видели тебя, знали тебя и шли за тобой. И я прошу тебя ради этого праздника, Симха Туры, благослови всех находящихся в зале. В Иерус-Исраиле, в Иерус-Исраиле, в Иерус-Исраиле. Аминь. Аминь. Хак Самея. Хак Самея всем. Диман, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры подогнал «Симон»